А возле здания МВД в Киеве сегодня было жарко. Ветераны милиции снова пришли митинговать. Требуют повысить пенсии. Эта проблема не решается уже несколько месяцев. Не так давно им пообещали, соцвыплаты поднимут. Но оказалось радоваться рано. В пенсионном фонде об этом до сих пор ничего не слышали. Как пытались достучаться до министра, подробности в нашем сюжете. Министерство внутренних дел. Все дороги в округе перекрыты. Повсюду дежурят полицейские. Для усиления даже прислали нацгвардейцев. К зданию МВД пришли ветераны милиции требовать повышения пенсий. Дело в том, что ветераны МВД получают пенсию по старому закону, когда полиция была еще милицией. А значит и выплаты несколько раз меньше. За 20 лет у меня нет ни квартиры, ни пенсии, ничего. То, что у меня родители оставили квартиру, вот мне и живу. Почему у Князева, они спросили, почему у его жены 7 квартир? А у нас нету ничего. У Олега Науменко за спиной не одно раскрытое дело. За 20 лет дослужился до майора. А теперь с выходом на пенсию приходится бороться вновь. Но уже не с преступностью, а с чиновниками. Год и три месяца я писал в министерство о том, что перерасчет должен быть пенсии. Но в ответ приходили только отписки. Недавно все же пообещали провести перерасчет. Но в пенсионном фонде обескуражили. Все останется по-прежнему. Ветераны требовали встречи с министром Аваковым, но он в отпуске. После часа криков и скандирования, несколько митингующих пропустили в здание. Через полчаса они сообщили. Наказ о сравнении посадки милиции до полицейских в министерстве юстиции уже зарегистрировано. Очередную акцию ветеранов поддержал и нардеп Сергей Каплин. Мы маем тут, тут под Министерством внутренних справ, разбивать наметы. Встановить чергувание и спильными усилиями, пока не будет, по сути, вырешено вопрос, бороться. Вся Влада пришла в свои крысла? На кого ей? На людской крови. Завтра ветеранам обещают встречу с заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым, якобы, чтобы устранить недостатки в законодательстве. Если это не удастся, бывшие милиционеры обещают начать бессрочную акцию протеста прямо у входа в министерство. Олег Решетняк, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.